первоначально у нас появилась идея концов света постоянно который происходит и мы подумали кто может быть нашим персонажем которые наполняют эту историю которые двигают и которые сделают и интереснее и нам бы о которых захотелось бы рассказать и первым персонажем появился оливер он был собирательным образом на основе нас мы задали себе вопрос чем мы занимались если бы наступили концы света наши концы света с биолев расстал этим ответом мы вы смотрели сериалы смотрели фильмы галя игр виде так появился оливер и мы начали придумывать что же такого интересного в нем и не по что это может перерасти и нам сразу показалось что оливер это персонаж который живет в своем внутреннем мире он настолько поглощен что не замечает того что происходит но и оливер наделен такими качествами как чувство юмора и он привносит комедию в историю и за ними интересно наблюдать об этом еще мало кто знает но однажды до концов света родители оливера ушли из дома и больше не вернулись он не знает почему искал ответ на этот вопрос но не нашел внутри себя да и единственной реакцией было создать свой внутренний мир и он ушел полностью туда и выходит оттуда только в начале первого выпуска когда он идет к телевизор нам хотелось отразить весь его характер в его внешнем виде чтобы вы когда увидели персонажа сразу получили какое-то первое впечатление о том кто он такой и его одежда его внешний вид довольно противоречивый он в синем батнике что довольно такое пассивный синий цвет говорит о том что он не очень много двигается при этом у него яркие рыжие волосы говорят о его решительности о том что в нем все-таки есть потенциал также конечно в том что он носит батник много говорит о том что он входит в домашнем чем-то таком с удобным простом удобно комфортно плюс игорь придумал специальные символы на батнике вот мы тоже в батниках и придумал специальные символы которые обозначают рост то есть семечко если вы посмотрите у него такой своеобразная на передней части батника и это говорила о его потенциале и о том что персонаж по мере развития сюжета будет перерастать в нечто большее в лучшую версию оливера ну и сзади такой своеобразный схематический грецкий орех о том что он довольно закрыт и находится в своей какой-то скорлупе на начало истории и оливер сначала предстоит таким ленивым персонажем и с другой стороны мне казалось что это все таки немножко если говорить честно немножко такой взгляд на современного подростка который немножко замкнут в себе из-за интернета из-за игр из-за сериалов и живет как он-то таком немножко собственном мире и оливер как раз хорошо представляет такую категорию людей и поэтому мне казалось многие увидят в нем себя такого персонажа рассказать что да надо рассказать про него и что оливер не останется таким до конца он будет меняться но самые его сильные качества они раскроются и сделают его еще интереснее и еще веселее да присоединяйся к приключению и ты купи первый выпуск счастливого конца света в мастерской братьев зиненко не получив подарок месяц доступа к эксклюзивным файлам и закулисным материалам ссылку мы оставили под этим видео а Субтитры подогнал «Симон»